Грузия готовится к беспорядкам накануне решения Брюсселя о присвоении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Грузинский парламент спешно рассматривает ограничивающие поправки в закон о собраниях и манифестациях. Поводом стало заявление Службы государственной безопасности о подготовке провокаций для свержения действующей власти. Спонсоры оппозиции за океаном подчеркивают в Тбилиси. Почему США заинтересованы в грузинском хаосе, разбирался наш корреспондент Михаил Рабакидзе. На этих оперативных кадрах члены сербской организации «Канвас» проводят мастер-класс в одной из тбилисских гостиниц, обучают студентов технологиям организации протестов. Протест должен быть четко организованным. Живая цепь, захват, пикетирование зданий, воздействие на полицию, армию. «Вас не должны арестовать, а чтобы этого не случилось, нужна критическая масса. У захвата власти свои правила». Члены организации «Канвас» уже покинули страну, но перед этим их допросили в службе госбезопасности. Слобо Данджинович, Синиша Сикман и Елена Стойшич, известные в Грузии еще со времен революции РОС 2003 года. 20 лет назад тренировали соратников Саакашвили. Штурм парламента тогда завершился захватом власти. Источник финансирования и в то время, и сейчас один и тот же. В правительство заявили, что сербские инструкторы приехали в Грузию на деньги агентства международного развития США USAID. «Мы знаем, что USAID выделила средства на проведение тренингов для местных активистов. На эти деньги в Грузию приезжали люди, которые имеют опыт организации цветных революций под предлогом свободы и демократии. Пусть все ничтожества знают, что они будут наказаны по всей строгости закона». Власти Грузии потребовали от американской стороны объяснение того, каким образом деньги налогоплательщиков США пошли на финансирование подготовки групп, которые планируют беспорядки и хаос в другой стране. Посольства США в Грузии факт оплаты проведения революционных мастер-классов не отрицают, хотя называют это вкладом в развитие демократии и свободы слова. По информации Службы государственной безопасности, оппозиция ждет решения Евросоюза о присвоении Грузии статуса кандидата. В случае отказа оппоненты власти хотят организовать акции протеста по сценарию киевского Евромайдана с многодневным развертыванием палаточных городков в столице. «Недовольство людей будет использовано для начала беспорядков в центре Тбилиси и не только. Согласно имеющимся оперативным данным, будут задействованы специально обученные люди, которые планируют террористические акты. В палаточные городки для этого будет внесено оружие». Антигосударственные и антинародные силы получают помощь из-за рубежа. Их задача – совершить насильственный переворот, силовой захват власти. И все для того, чтобы открыть второй фронт. По мнению грузинских экспертов, действия США связаны с тем, что официальный Тбилиси дистанцировался от конфликта в Украине и развивает торгово-экономические связи с Россией. Грузии уже не раз намекали о необходимости присоединения к антироссийским санкциям. Восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси в середине мая вызвало явное недовольство Вашингтона. «Главный вопрос – зачем этот подарок Грузии Путин делает именно сейчас? Уверена, что большинство грузин были бы счастливее, если бы Путин вывел войска из Абхазии и Цхинвалии, чтобы выполнить свое обязательство о прекращении огня». Это заявление глава американской дипмиссии синхронизировала с протестами грузинской оппозиции против восстановления авиасообщения. А в конце лета посольство США поддержало протесты против захода круизного лайнера с российскими туристами в порт Батуми. Слаженные действия оппозиции и ее заокеанских спонсоров уже не удивляют грузинских политиков. «Это партия войны, которая заинтересована в том, чтобы Тбилиси превратился в руины, чтобы здесь был огонь войны. Именно для этого они и поддерживают радикальную оппозицию. Пусть ни у кого не будет иллюзий по поводу того, что их планы осуществятся». Сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили не раз пытались дестабилизировать ситуацию в Грузии. И ни разу Запад не осудил их радикальные действия. Наоборот, попытки штурма парламента называл проявлением демократии в свободном обществе. В грузинских спецслужбах не скрывают – впереди сложный период. В ближайшие два месяца вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз может стать поводом для попыток госпереворота. Михаил Рубакидзе специально для CGTN из Грузии. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ